здравствуйте друзья вопрос задается как я отношусь к смерти и это можно так коротенько сказать а можно долго говорить потому что тема то интересно но я помню вот в юном возрасте смерть это было что-то очень страшное такое знаете ну ужасное что-то и я впервые столкнулся со смертью людей которых я лично знал еще в школе может быть классе в третьем четвертом нас мальчик очень хороший учился мой приятель летом поехал там бабушки в деревне утонул вот и такое потом знаете еще в институте связи когда я учился там один был вход в весь институт мимо не пройти и вот у этого входа когда кто-то умирал из преподавателей сотрудников института и студентов значит и там такой такой треногу выставляли с портретом человека с описанием его жизни там заслугами с скорбными всякими словами и там постоянно каждый раз заходишь туда и сжимаются внутри дома сейчас зайдешь и кто-то и когда преподаватели знать там участники войны ветераны там уже пожилые люди уже как как-то это воспринималось ну ну да а когда студенты я помню парнишка был 40 лет прошло и он у меня перед глазами до сих пор стоит вот ему 18 лет было в институте связи была такая заводная велосипедная команда где-то они там выступали и тренеры хорошие были все такое и они летом вот мы все поехали в стройотряд они поехали кататься по россии матушке на велосипедах там где-то на чуть ли не на месяц как-то короче он где-то немножко так сторону взял и лобовой удар грузовик грузовиком и в одну секунду парня не стало и и это никак не укладывалось сознанием думаешь как же так это же но абсолютно как ерунда вот просто не укладывалось может быть проще было как-то вот исключить это из сознания чтобы это перенести даже осмыслить это было вообще невозможно в кб я когда работал была женщина у нас 28 лет хорошая такая умничка и что-то ее залечили с какой-то ерундой там положили в госпиталь а там что-то сделали потом получилось не так потом что-то еще сделали я в те годы не не понимал искать не интересовался последовательностью действий но кончилось тем что она умерла это это несколько месяцев прошло и ее уже спасти было невозможно и она умерла я меня это сильно тогда зацепило потому что так получилось что мне от меня дали ее должность там не было свободных вакансий на штатное расписание и я был аттестован там на должность повыше чем чем моя но ее не было и вот когда девочка умерла и вот освободилась должность вот ее мне отдали и как-то я вот осадок был очень тяжелый связи с этим ну а дальше время идет понимаете и так начинаешь по-другому немножко относиться и ты видишь вокруг себя у кого-то рак у кого-то вся всякие обстоятельства бывают несчастный случай когда люди молодые это в основном несчастные случаи когда люди уже постарше там уже болезни и такие более естественные причины но как я отношусь к смерти я видел уже людей пожилых достаточно собственно и тоже не не пацан в общем-то 58 лет и и знаете я еще что видел вот я вам расскажу поколение родителей наших мужчины в основном это люди которые но если не были фронтовиками то в тылу в это время в общем тоже не сладко им приходил и дом в котором мы жили был от той дивизии где отец служил это была дивизия внутренних войск они там что-то охраняли ракетный завод и вообще лефортово где мы жили такое милитаризированное место вот мы жили там две минуты хода от академии приняты танковых войск именем линовского там маршала тогда не суть дом в котором мы жили все были семьи офицерские за исключением там может быть пара тройки и эти люди начиная с сорока трех сорока четырех лет массово умирали за 50 лет редчайшие но вот может быть я не знаю человека 3 пережили 50 лет 55 мой отец был единственный кто пережил 55 вот вот весь дом ни один человек не не пережил 55 поэтому война вот их как-то надломила что-то такое произошло так вот к чему я говорю то человек как бы когда он свою жизненную функцию успевает выполнить он он не так сильно его смерть там пугает или напрягает ну конечно мы как бы рождены что в какой-то момент умереть что же это есть начало есть конец во всяком цикле вот поэтому преждевременная смерть ранняя смерть детская смерть это где-то ужасно это катастрофы черт знает что и в голове не укладывается когда ты понимаешь что ну да вот оно там приближается и в какой-то момент произойдет и никто не знает отпущены ему там 90 лет или отпущены ему там не знаю 63 но что существенно вот из того что я видел для меня лично я видел людей которые очень мучительно умирали мучительно там через многочисленные операции они сыпались по частям и они они реально мучились и люди вокруг них мучились это было очень тяжело для всех вот легкая смерть в эти не не смерть страшно а вот тяжелая смерть страшно легкая смерть ну что делать особенно если ты уже как бы по возрасту как бы находишься в той зоне где вероятность достаточно высокая или и ты понимаешь уже что раньше или позже это произойдет оно не страшно я например если я на себя посмотрю то я в принципе в свою жизненную функцию выполнил то есть не то что мне лишних там 30 лет помешают вот ну или там даже 25 но не то чтобы я сильно переживал за то что я вот чего-то должен был сделать и не сделал вот как-то не не состоялся не песню не допел там или что-то такое вот со мной такое произошло поэтому мне каждый день в жизни в радость потому что я так я пытаюсь не ступнуть мужика как вот он там сзади выползал вот я каждому дню радуюсь и я радуюсь что у меня есть дочь что у меня есть мне уже две внучки у меня есть саша еще одна маленькая только только три месяца исполнилась наташей зовут натали вот я очень радуюсь вот этому всему поэтому качество жизни еще давайте тоже важно вот важно чтобы жить хорошо в охотку в удовольствие не мучиться вот и мне кажется что хоть я и там местами нахлебался по мелочи но в целом довольно все неплохо складывалось и я надеюсь что и дальше будет ничего но еще раз смерть такое дело что сегодня я к этому так отношусь что ну как бы но мы следующий уже не осталось никого сверху понимаете уже родителей нет ну у светланы мама есть и 92 года родителей нет мы как бы вдруг стали самым старшим поколением нас никто сверху не прикрывает это очень это очень чувствуется вот даже когда у тебя там 90 лет там мама папа и так далее ты ты прикрыт сверху вот вот как-то вот вот это физически ощущается я даже не знаю как это передать но вот мы как бы да но нам нам еще пожить то есть я я не считаю что в 60 лет или там даже в семьдесят это нормально человеку помирать нет конечно тем более стояние планы если он творческий он куда-то несется к чему-то стремится чему помирать но это не мы не мы определяем хотя мы конечно в той или иной степени можем воздействовать да там через здоровый образ жизни через там отсутствие вредных привычек там таких как курение или там выпивание и и там риски ну-ка такие как-то первобождение в нетрезвом состоянии и так далее то есть мы конечно можем на это повлиять в материальном мире да есть люди которые в идеальном мире они скажут что это по-любому там решается где-то на небесах в той мере какой вы люди сознательные и небесам должны помочь в общем-то в правильных вещах чтобы они случились вот вот мы помогаем таким образом вот такое такой мой рассказ еще раз это не это не всегда я так насмотрел на вещи я я раньше совершенно по-другому к этому относился но так потихонечку 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 и меняется отношение вот такой такой мой разговор будет счастлива а